В эфире новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Алтай Био в Сочи. Продукция Наукограда представлена в Олимпийской столице. В поддержку сборной России тысячи бичан встали на лыжи. Прокурорская точка. Проверены начисления за горячую воду и отопление. И об этом прямо сейчас. Шквал жалоб. Прокуратура Бийска завершила проверку счетов за отопление и горячую воду, которые выставляют малые котельные. Они обслуживают четверть жителей Наукограда. Десятки бичан недовольны тем, сколько им предстоит платить. Суммы в квитанциях стали в разы больше. Впервые претензии на высокие счета появились еще в 2011 году. Тогда тариф на отопление и горячее водоснабжение от малых котельных был выше, чем тариф на такие же услуги Бийск Энерго. Чтобы уравнять граждан, администрация города стала выплачивать бичанам, зависящим от малых котельных, социальную помощь. Разница возмещалась на общую площадь квартиры. Однако в октябре 2013 года ситуация изменилась. Вышло новое постановление городской администрации. И порядок расчета социальной помощи поменялся. Изменился один показатель. То есть не на всю площадь начисляется плата, а на стандарт нормативной площади жилья. То есть на сегодняшний день разница, которую граждане сами оплачивают, составляет где-то 2-3 метра. Если общая площадь квартиры, допустим, превышает стандартную, там 60-70 квадратов. Если она выше, естественно, вот эту разницу приходится доплачивать. Мы по всем обращениям гражданам дали ответы разъяснительного характера. Законность не нарушена и права граждан тоже не нарушены. Таким образом, нарушений в начислении платежей от малых котельных нет. Администрация города продолжает компенсировать часть затрат. Другое дело, что компенсация теперь касается реально проживающих в таких домах людей. Нарекания в адрес энергетиков. Сегодня глава администрации Бийска Николай Нонко высказал замечания по их работе. Напомним, в субботу многие горожане провели большую часть дня без света. В поселке Котельщиков и в районе вокзала электроэнергии не было более 8 часов. Мало того, что битчанам пришлось провести выходной день без горящей пищи и новостей первого дня Олимпийских игр, так еще и выяснить причину аварии и сроки ее оказалось невозможным. Дело в том, что дежурные службы энергетиков не объяснили горожанам, что происходит. Проблемы с электроэнергией возникли в военном городке в 9 километрах от города. Там на помощь пришли городские службы. Однако вводить в строй дизельную электростанцию пришлось с помощью аккумулятора от КАМАЗа. По замечанию главы администрации, если энергетики не в состоянии оперативно ликвидировать аварию, то хотя бы должны уважительно относиться к битчанам, извиняться за происходящее и давать объяснение ситуации. Без света остались и автомобилисты. За одну ночь в Бийске злоумышленник похитил два комплекта автомобильных фар. Сейчас под данным фактом возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Но пока правонарушитель не задержан. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют автовладельцам позаботиться о более надежной охране своего имущества. В 11 часов смотрел, машина стояла с парами совсем. Сегодня в 9.30 и в 7.30. Пропажу обнаружили автовладельцы при обской части города. Выйдя во двор, они увидели, что их машины без передних фар. Бийчане, пострадавшие от рук злоумышленника, утверждают, что их автомобили оборудованы сигнализацией. Однако во всех случаях она не сработала. Еще один автомобиль был припаркован возле банка на улице Васильева. Он остался без бокового стекла. И хозяин лишился имущества. Идет вал преступлений именно в плане, когда такие машины остаются без колес, без магнитофонов, без видеорегистраторов. Поэтому просто просьба гражданам, к их сознанию, чтобы потом вам не оказаться в качестве потерпевших, будьте добры, ставьте машины на стоянки, в гаражи. Не надо оставлять, особенно без сигнализации машины на придворовых территориях, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Индийский бигбам, костровище. Облегченные декорации удачно встали на непривычную площадку. Актеры Бийского драматического театра выступили не где-нибудь, а в торговом комплексе. Удался ли спектакль, узнаем у Евгения Плохотина. История двух авантюристов, задумавших похитить мальчика и получить выкуп, вот уж сотню лет захватывает детвору. Во время спектакля маленькие зрители были активными участниками этой известной истории американского писателя. Вождь краснокожих по рассказу о Генри уже много лет в репертуаре бийского драматического. За игрой актеров неотрывно следят и дети, и их родители. Действие веселое, с драками, погонями и перестрелками. Он краснокожим индейцем. Мне очень понравился этот спектакль, очень интересно и смешно. Мне понравился этот спектакль. Я думаю, что этот спектакль о мальчике, которого украли и хотели заполучить деньги. С передвижными спектаклями актеры драматического работают уже давно. Посещают школы, больницы, но на такой сцене работают впервые. Однако все выездные декорации удачно вписались в непривычный интерьер. Он приурочен в годы культуры, как наш президент объявил этот год, 2014. Будет проводиться в торговом центре «Модный» на третьем этаже, в кафе «Галерея вкуса». Вот эти спектакли. Вход бесплатный. Следующий спектакль в торговом комплексе «Модный» актеры драматического покажут в марте. Когда именно и что можно увидеть, станет известно позже. Так что следите за анонсами. А еще организаторы планируют проводить здесь детские праздники с конкурсами, призами и куклами-великанами. Евгений Плохотин, Дмитрий Дробышев, Андрей Агрызков. Новости ОТН. На Олимпиаде в Сочи гостям и спортсменам доступна алтайская оздоравливающая продукция. Например, облепиховый чай с травами. В торговых сетях и аптеках Олимпийской столицы представлены товары алтайского биофармацевтического кластера. А именно компания «Валар», «Алтайский букет», «Панто-проект», «Алтай-Старавер». Кстати, продукции на основе сырья пантов «Алтайского морала» производитель снабжает и Паралимпийскую сборную России. Сообщает пресс-служба краевого управления по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям. К новостям спорта. Более 10 тысяч жителей Алтайского края вышли на массовые старты «Лыжни России-2014». Они прошли в 20 населенных пунктах региона и посвящались Олимпиаде в Сочи. В Бийске на лыжню встали более тысячи человек. Участниками соревнований стали как любители спортсмены, так и профессионалы. На лыжне побывал наш корреспондент Дмитрий Дробышев. В Сочи Олимпиаде в Наукограде «Лыжня России-2014» более тысячи бейчан вышли сегодня на старт на главную городскую лыжную гонку. И несмотря на результат, все они уже победители. Отличная погода и блеск в глазах. Жители Наукограда в седьмой раз приняли участие во всероссийской гонке «Лыжня России-2014». На парад открытия построились малыши, юноши и девушки, взрослые бейчане, люди пожилого возраста, а также спортсмены с ограниченными возможностями. Мы, россияне, активны в своей жизненной позиции. Мы любим спорт. И те достижения, которые сегодня демонстрируют наши спортсмены, они тоже значимы. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Очень приятно сегодня видеть здесь самых маленьких участников, людей пожилого возраста. Это значит, что этот праздник любим всеми. В честь и поднять флаг удостоились прославленные бейские лыжники Алексей Хвостов и Александр Тютрин. И вот старт. Первыми на дистанцию 400 метров вышли самые маленькие. Кто-то уверенно шел по лыжне, а кто-то из малышей впервые встал на лыжи и преодолел дистанцию с помощью родителей. В Олимпийский год участникам ВИП-забега, это представители городской администрации, руководители предприятий, известные спортсмены предстояло преодолеть 2014 метров. Соревнования проходят на очень хорошем уровне. Призы замечательные. Проводить надо такие соревнования обязательно, привлекать молодежь, детей, взрослых. И просто получать адреналин, хорошее настроение. Все на лыжах. Два километра лыжни шли спортсмены с ограничениями здоровья. Самым же зрелищным и массовым стал заезд юношей 1998 года рождения. Более 300 человек одновременно сорвались со стартовой линии. Действительно, очень много школьников, и это очень приятно. Ну, а управление на образование показывает пример. Наша команда выступала в забеге и выступала очень удачно. Получили заряд хорошего настроения. Я думаю, что дети тоже получили очень хорошее настроение. Еще раз пообщались. Очень приятно видеть, когда общаются дети, взрослые, разные поколения. Самыми маленькими участниками стали трехлетние лыжники Стас Ордатов и Аня Бондаренко. Самый старший спортсмен в этом году – Петр Григорьевич Щербаков. Скоро он отметит 92-й день рождения. Пришли сюда большей численностью нашей общественной организации. И, конечно, все рады, все довольны. Настроение хорошее. Ну, и, конечно, пробежали с удовольствием. А еще никто не проходил мимо полевой кухни. Ведь только подумать, за какой-то час лыжники выпили 3000 чашек чая, съели 2000 пирожков и 500 сладких батончиков. По итогам все участники получили грамоты и призы. Ну, а главное – заряд бодрости и отличного настроения. Дмитрий Дробышев, Андрей Агрызков. Новости ОТН. Широкий выбор ударной техники, борьбы и болевых приемов. Речь идет об армейском рукопашном бое. В минувшие выходные спортсмены со всего Алтайского края выявляли лучших для зачисления в сборную команду региона. Ирина Попова расскажет подробнее. Седьмой кубок Алтайского края по армейскому рукопашному бою собрал на Бийском татаме сильнейших борцов региона. Это семь команд из четырех городов – Бийска, Бурнаула, Рубцовска и Заринска. Организаторами спортивного праздника уже традиционно стали спортивный клуб «Эфа» и общественная организация «Территория развития». Есть изумительные, красивые, талантные спортсмены, которые показывают красивую технику на самом деле. А есть новые ребята, которые в том году не показывали, а в этом году показали достаточно хорошие результаты. Армейский рукопашный бой по своим правилам близок к панкратиону и микс-файту. В арсенале борцов широкий выбор ударной техники, борьбы и болевых приемов. По правилам добивать лежащего противника разрешено. Это очень зрелищный и бескомпромиссный вид рукопашного боя. Так считает Андрей Сальников. В первый день соревнований он получил разряд кандидатов в мастера спорта. Это спорт, где хорошо развита ударная техника и борцовская. Здесь можно бороться, можно бить с рук, с ног. Нравится тем, что дерусь хорошо. Спортсмены боролись в четырех возрастных группах от 7 до 19 лет. Все уже имеют соревновательный опыт. Иван Камбалин не раз становился победителем и в родном городе, и в крае. Занимал пятое место на всероссийских чемпионатах. Станет ли участником сборной региона в этом году, пока неизвестно. Этот турнир стал отборочным. По его результатам будет укомплектована сборная, которая выступит на чемпионатах Сибирского федерального округа и России. Имена этих спортсменов станут известны через несколько дней после подсчета очков. Что касается общекомандного зачета, то первое место заняли воспитанники бийского спортклуба «Эфа». На втором – бенчане «Спарты». И замкнули тройку представителей Бурнаульского военно-патриотического клуба «Алькор». Ирина Попова, Андрей Огрызков. Новости ОТН. А сейчас на очереди традиционный звонок из села. Сегодня мы разговариваем с Владимиром Желтобрюховым из поселка Лесное. Владимир Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Рассказывайте, что нового у вас? У нас 8-го числа в селе Енисейское прошли районные соревнования по лыжным гонкам, где приняло участие 8 школ. 100 человек приняло участие. Первое место в общем командном зачете заняла команда Лесной школы. Второе место у нас заняла команда Светлозерской средней школы. И третье место заняла Малово-Угреневская средняя школа. Освещенные эти соревнования были Олимпийским игром. Все было здорово, замечательно. Ну что ж, спасибо вам за звонок и до свидания. До свидания. Удачи. А всем, кто хочет поделиться своими новостями со зрителями общественного телевидения Наукограда, напоминаем. Телефон нашей редакции 3308-95. Звоните, будем рады побеседовать с каждым. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди по традиции погода от народа. А мы с вами прощаемся. Но не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете на канале YouTube. Всего вам доброго и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова